Приветствую вас. Первое, что мне хочется сказать, это то, что проблема ваша действительно психологическая и связана она с вами, с вашей психикой, с вашим восприятием, окружающих людей и их мнений. И вот вы знаете, что я хотел бы отметить в том, что вы пишете. Вот вы повествуете, что все-таки помните случаи, когда в детстве вам сказали, какая разница всем тетрадки, вы поняли, что сейчас доплачете или, значит, что мне очень неприятно, точно не помню, развернулись и тут же ушли. Сегодня был такой случай, что вам сказали, вы считаете на объявлении, почему-то вы были готовы развернуться и вообще развернуться и уехать домой, а не доделали свои дела. Вот вы написали нам, ну, внешнюю сторону того, что с вами происходит. Внешняя сторона, она, конечно, и, безусловно, очень важна, но внешняя сторона – это лишь только часть, это лишь только часть ваших проблем. На самом деле, не менее важна и внутренняя, субъективная сторона. Тогда в детстве вы восприняли, ну, скажем так, Вы восприняли это чересчур близко к сердцу. Почему? Почему вы восприняли это чересчур близко к сердцу? Вопрос вам. И ответ может быть только один, ну, или несколько. Это то, что у вас нет четкой, полной уверенности в себе. Возникает вопрос. А почему этой уверенности у вас нет? С чем связана отсутствие уверенности? И поскольку с вами это было еще в детстве, то можно и нужно говорить о том, что здесь замешаны, ну, или лучше сказать так, принимают активное участие ваши родители. Именно они создали первичные условия для такого вашего поведения и отношения к тому, что происходит сейчас с вами. В свою очередь, это означает, что вначале нужно прорабатывать ваши отношения с родителями, потому что именно они послужили началом всего того, что с вами происходит сейчас, а после прорабатывать, я бы сказал, плавно и последовательно прорабатывать то, почему вы так реагируете на мнение других людей. Да, вам коллеги сказали о том, что это происходит из-за неуверенности в себе. Они, в принципе, правы. Но как эту неуверенность в себе, вы объясняете самой себе? Как вы это делаете? Вопрос очень важный. Почему? Потому что для того, чтобы перестать так болезненно реагировать на ситуации, для того, чтобы перестать быть такой чувствительной, нужно повышать уверенность в себе. Через что? Через выполнение определенных задач, имеющих значение для вас. Через стремление к этим задачам. Потому что это очень и очень важно именно для вас. И когда и если вы будете это делать, ваша уверенность в себе будет повышаться. Далее. Далее имеет место быть четкое понимание своих достоинств и своих недостатков. Суть, речь идет о плюсах и минусах. О ваших плюсах и минусах. Какие они? В чем заключаются? Что вы считаете в себе плюсами? Что считаете в себе минусами? Какие вы плюсы можете улучшить? Какие плюсы не можете улучшить? Какие недостатки вы принимаете в себе? Какие недостатки не принимаете в себе? Какие из них можно скупировать, а какие нет? Вот все это вам нужно будет разбирать. Собственно, неуверенность в себе происходит не только из-за того, что вы формально в чем-то сомневаетесь в себе. Неуверенность в себе происходит еще из-за того, что вы какие-то вещи сами в себе не принимаете. И люди, когда они реагируют подобным образом, то есть вот так, как вы описали, задевают вас в то, что есть всегда. То есть вас это присутствует всегда. Сомнение в себе может быть. Какие-то, может быть, страхи, как вам указала коллега. Что-то еще. И это то, что вы в себе не принимаете. А принять нужно. И главный вопрос, который вам нужно себе задать по возможности, это такой, что мешает вам принимать себя такой, какая вы есть, достойной, имеющей право на какие-то вещи, на какие-то аспекты. Вот это то, о чем вам нужно подумать. И это те направления, в которых вам нужно работать с психологом для достижения определенных результатов. По сути, для избавления от негатива, для того, чтобы не переживать так сильно из-за людей, которые, может быть, совершенно неумысленно вас как-то задели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.